«Газпромнефть» запустила в эксплуатацию четыре вакуумные компрессорные установки, три вакуумно-компрессорные станции, введенные в эксплуатацию на Вангапуровском месторождении «Газпромнефти» и «Ноябрьскнефтегаза». Благодаря этому нефтяники смогли потушить абсолютное большинство факелов и добились почти 90-процентной утилизации попутного нефтяного газа. Все подробности далее. Вот уже несколько лет в рамках совместного сотрудничества компании «Газпромнефти» холдинга «Сибур» нефтяники ведут планомерную работу по утилизации попутного нефтяного газа. За это время «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» проложила и модернизировала более 111 километров трубопроводов, по которым попутный газ поступает на перерабатывающие заводы. А в марте на Вангапуровском месторождении были введены в эксплуатацию три вакуумно-компрессорные станции, построенные по передовым швейцарским и западно-германским технологиям, что позволило существенно улучшить экологическую обстановку в регионе. В 2013 году добыча ПНГ у нас должна составить 2 млрд 83 млн 511 кубометров и процент утилизации ПНГ достигнет по предприятию 93%. Принцип работы компрессорных станций похож на работу автомобильного насоса, задача которого поднять давление воздуха и загнать его в автомобильную камеру. Только в нашем случае вместо камеры выступает газопровод, в который под давлением закачивается попутный газ после сепарации на втором этапе очистки нефти. Сами ВКСки полностью автоматизированы и удобны в обслуживании. Эта компрессорная довольно несложная, все на автомате. У нас единственная полный контроль за режимом ее работы. Можно все посмотреть, все параметры, все-все у нас выходит на компьютер в операторную. В любой момент где-то что-то не так у нас сигналы, дается время для исправления неполадок. Самое важное это значительное улучшение экологической обстановки, ведь благодаря этой комплексной работе уже потушено более 15 факелов, а процент утилизации попутного газа на Вангапуровской группе месторождений достиг 97%. И не за горами тот день, когда нефтяники погасят свой последний факел, полностью избавившись от наследия прошлых времен. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города.